Привет, друзья! Меня зовут Русло, и это проект Asus Studio. Наверняка, проходя по улицам города, вы могли наблюдать вот такие вот не особо привлекательные плакаты, баннеры и афиши, где присутствуют некие проблемы с версткой, типографикой и композицией. Не повторяясь подобные ошибки в своих работах можно легко, достаточно для этого знать некую базу. Сегодня я расскажу о макете и композиции, и на примере посредственной работы покажу, как это можно исправить. Давайте для этого отправимся на просмотр улиц по картам и найдем подходящие экземпляры. Кстати, работать я буду в фотошопе, а при работе в фотошопе мне помогает мой Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED, оснащенный мощным железом видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 и специальными драйверами RTX Studio. RTX Studio ноутбуки – это новая категория ноутбуков для работы с визуальным контентом. Была представлена NVIDIA в 2019 году. Благодаря мощной сбалансированной конфигурации позволяет ускорить работу с фото, видео, анимацией, графикой в разы. NVIDIA RTX Studio – это комплекс требований к оборудованию и программному обеспечению, который призван гарантировать максимальную производительность при работе с графикой. Ноутбук получает статус RTX Studio только если он соответствует жестким требованиям NVIDIA, а именно – видеокарты NVIDIA RTX, процессоры Intel Core i5, i7, i9 или AMD Ryzen 5, 7 и 9. От 16 ГБ оперативной памяти и SSD объемом от 512 ГБ. Откалиброванный дисплей со 100% покрытием RGB. Графика NVIDIA RTX – ключевой компонент таких ноутбуков. Ускоряет более 70 приложений для работы с 2D и 3D графикой. Значительное ускорение можно получить в Adobe Premiere Pro, Cinema 4 Blare, Blender, DaVinci Resolve. Драйвера Studio обеспечивают надежность и стабильность рабочего процесса, особенно в условиях работы с несколькими приложениями одновременно. Переключиться на Studio драйвера можно в приложении GeForce Experience. Для удобства пользователей в GeForce Experience появилась возможность активировать GPU ускорения в рабочих приложениях одним кликом. Как всегда, вся подробная информация по ссылке в описании, а мы возвращаемся на огромной скорости к фотошопу. Ни для кого не секрет, что в провинциальных городах есть частые проблемы с наружной рекламой. Сейчас мы с вами можем наблюдать точно такую же ситуацию. Во время виртуальной прогулки по городу мне в глаза бросился вот такой баннер. Если честно, от его верстки мне стало не по себе. И сейчас мы попытаемся его улучшить, поработав с макетом и композицией. Макеты и композиции это фундамент самого дизайна. Они придают структуру и простоту в навигации, начиная с отступов, заканчивая размещением контента. Без грамотно составленного макета ваша работа будет выглядеть как какая-то каша. Есть огромное множество различных вариаций композиции, но начать нам нужно с самой базовой. Перед вами шаблон, по которому можно быстро сделать хороший плакат. И сейчас я расскажу, почему это так. Вот несколько примеров таких плакатов. Они все разные по дизайну, но сделаны по одинаковому шаблону. Для начала расскажу про ценность асимметричной композиции. 100% вы встречали полностью симметричные работы. Или даже делали такие сами. Когда весь текст блока центрованный, в таких работах есть много минусов. Во-первых, отступы. При полном выравнивании текста по центру сбивается ритм чтения. Из-за рванного текстового блока нашим глазам при чтении текста приходится каждый раз прыгать в новое место. Теперь к асимметричной композиции. Тут все достаточно просто. Текст влево, а графику вправо. В таких работах появляется ясный левый край, который будет легко считываться. А также из-за общего выравнивания все элементы кажутся связанными между собой. Это принцип выравнивания. Свободное пространство вытесняется вправо, и мы заполняем его графикой. Помимо асимметрии необходимо учитывать поля. Поля – это базовая прослойка воздуха в макете. Мы можем ставить элементы плаката, опираясь на поля. Это самые надежные линии нашей сетки для принципа выравнивания. Элементы по углам обычно работают сильнее всего, поэтому полезно закреплять углы. Располагайте по углам заголовки, графику или логотип. Но старайтесь избегать перегруза композиции. Например, на сайтах часто работает принцип закрепления углов и обозначением сторон полей. Держите поля одинаковыми по размеру, и это добавит аккуратности. Делать поля разной ширины – опасный метод верстки, он требует опыта. А теперь мы разберем точку в базовой композиции. Точка в композиции – это не обязательно круг. Это любой точечный объект. Зачастую это крупная заметная графика, которая забирает на себя весь основной акцент, и которую мы увидим в первую очередь. При работе с плакатами, баннерами и прочей типографикой желательно сразу определить точку, и потом вокруг неё разбивать пространство. Точку приготовили, теперь переходим к тексту. Текст – это, по сути, прямоугольник. У него есть сильный горизонталь и ровный левый край. Правда, правый край зачастую получается рваным, но это уже естественный процесс. Каждый текстовый блок мы можем разделить на иерархию, и визуально отметить важность текста. Чем важнее текст, тем выше на макете он расположен. Теперь осталось проговорить иерархию. В целом, тут всё проговорено и понятно. Суть в том, что весь контент по мере важности мы разбиваем на кусочки, и задаем им порядок, делая иерархию. Тем самым, обычному прохожему даём сходу понять самую суть. Если прохожий увидит кучу текста, то ему будет просто лень вникать. А если он увидит сначала мощный акцент в виде точки, а после крупный заголовок, то намного больше вероятности привлечь человека. Если он захочет ознакомиться подробнее, то начнёт изучать весь оставшийся контент. Собственно, вот такой результат у нас получился. Давайте примерим наш баннер на здание. Что думаете? Мне кажется, смотрится намного лучше, чем это было раньше. Итак, осознав сегодня базу, вы теперь способны создавать новые виды композиции, не повторяя чужие ошибки. Если это было полезно, ставь лайк и колокольчик, а это видео и ещё больше интересных туториалов вы можете найти на сайте ASUS Studio. Ссылка в описании. До новых встреч. Пока-пока.